9 44 начинается мое путешествие из шанхая в пекин первый раз на поезде на скоростном там написано ждите вот в этих waiting room это вам не сингапурский или гонконгские аэропорта и он такой я не бегает отчет и говорит разговариваешь стоишь разговариваешь я говорю у меня камера я говорю в камеру разговариваю будет а говорит а играть свои бабки горит сначала смотри как сумасшедший гайца с собой прикольно то что есть какие-то эти электронные штуки прям в сиденья встроенные холодно здесь уже снега нет но минус это уже не баловство которое было шанхай 9 44 начинаете мое путешествие из шанхая в пекин первый раз на поезде на скоростном когда поезда еще нужно дойти короче я приехал на такси меня высадили на станции центральной station и сейчас я пойду короче пойду на вокзал куда грите они останавливаются на пешеходных переходах просто где могут снести и все здесь конечно надо быть аккуратным здесь на пешеходных переходах вот эти вот их не водители всяких мопедов они еще водят так что тебя снесут и не заметят сегодня друзья мы отправляемся в путь из шанхая в пекин на скоростном поезде а что это значит ну во первых то что нас ждут с вами новые выпуски из пекина во вторых что вы уже можете посмотреть выпуски из шанхая 6 плюсов я достаточно быстро доехал на такси да и у меня получилось воспользоваться такси через приложение наконец-таки зашел я в вокзал они проверили документы зачем сканируется паспорт там я пытался просканировать не просканировался через человека и вот там показывается у меня поезд g14 я нашел g14 пока пишут ждите на китайском пишут ждите но я я же уже выучил китайский понимать короче я понял что там просто то написано launch 56 на английском пока еще за два часа я уже на месте почему потому что очка очковал вдруг что-то пойдет не так поэтому поэтому заранее я здесь лучше заранее лучше я пять часов подожду буду спокоен что мне не надо будет бежать что-то это ну короче сейчас пока нормально через trip.com я бронировал билет и там написано что его печатать наверху waiting room 5 waiting room 6 и там написано ждите вот в этих waiting room waiting room зал ожидания короче вот такой вот зал ожидания без излишеств это вам не сингапурские или гонконгские аэропорта где можно сесть там себе в лаунч вип шмидках в восьмическом корабле в какой-то здесь такое уже база скажем так классный с google maps когда путешествуешь google maps сбиваешь значит откуда и куда по заграницам когда катаешься по заграницам но не по китаю там той же самой европе вбиваешь допустим из милана надо в лозанну доехать он сразу показывает на какой путь куда чего как а здесь нужно вот так вот все ждать и все самому руками вот это выискивать вон как же 14 3 строчка на китайском 153 у меня 9 58 1-8 короче скорее всего будет с первого по восьмой путя что здесь сделать непонятно короче прикольно то что есть какие тут эти электронные штуки прям в сиденья встроенные но вы думаете я знаю что с ними делать нет он просто за мной сидит там чувак и просто бреется вчера захожу еще в магазин я тоже был удивлен захожу в магазин и чувак заходит в магазин и курит в магазине ходит по магазину курит взял там чему надо ушел как-то снимал на камеру на экшен муж маленькая бабушка с дедом и дед на меня смотрит в упор и взглядом все время провожает я повернулся остановился вот и смотрю на него и он такой а я не буду это что ты говорит разговариваешь стоишь разговариваешь я говорю у меня камера я говорю в камеру разговаривать он вид а говорит а играть свои бабки горит сначала говорю смотри как сумасшедший год короче он подумал что я сумасшедший просто я просто разговариваю вслух хожу разговариваю желаю с большой камерой там хоть видно когда с маленькой экшен камеры на размером того такая с нормальной ситуации здесь как бы все есть но ничего не работает привязываем выдает ошибку типа зайди в следующий раз с этим вич атом они спрашивают про вичат во-первых для того чтобы сделать вичат тебе нужен кто-то кто тебя подтвердит какой-то китаец у меня нет китайцы здесь на ресепшене в гостинице мне короче помогла девочка она мне отсканировала там да но она мне отсканировала там вот qr-код и я на шаг продвинуться а потом дальше я регистрирую мне пишет короче какие-то неполадки с вашим устройствами меня samsung не iphone я не знаю может с айфоном нормальная ситуация в любом случае то есть опять что-то не работает и вот так вот во всем здесь как приложение скачиваешь она не работает то скачиваешь она не работает здесь еще чуть делаешь бы все не работает ребята получилось знаете чем короче здесь я просканировал код уже знаете не с камерой а я установил себе этот alipay через google google здесь работает через в пенку через alipay там зарегистрировался данные свои указал карточку зарубежного банка я привязал и здесь сканировал с помощью alipay и он заработал он заработал и мало того что он заработал нажимаешь кнопочку и можно заряжаться и заряжаться вот 5 минут медала вот так смотрите это выглядит без китайского языка понять что-то это нереально это нужно у такого тыкать 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 вот так вот 10 раз 20 раз сто раз пока не дотыкаешься в нужное место смотрите вот я подключился до у меня открыл страницу где показывают сразу же время вот этих вот моих отправлений но здесь до 10 до 10 46 на ближайшие полчаса показывает давайте вам покажу как вообще alipay выглядит вот так видите приложушка вот такая вот поймешь что это alipay никогда в жизни тут сразу есть видео он переходит на диди диди я себе установил я привязал карту зарубежного банка сюда он там как-то подтвердил там что-то снял попробовал вот короче работает а тут же можно trip train trip trip air train он переходит как раз на trip.com вот транспорт допустим а это для метро метро кстати я тоже в метро вчера активировал этот qr-код у меня получилось там сделать некоторые активации с помощью вот этой приложивки я уже был в метро пользовался такси и бронировал поиск что по фактам очевидно что поезд соединяет два крупнейших города китая шанхай и пекин типа как наш сапсан соединяет москву и питер ехать в обоих случаях около четырех часов только вот протяженность маршрута в китае в два раза больше из москвы в питер на сапсане 650 километров а из шанхая в пекин 1318 километров это то что мне показывает интернет имейте в виду что скоростных поездов несколько видов и в пути можно провести от 4 до 6 часов я сейчас говорю о китае в зависимости от типа поезда и количество остановок скорость это самое интересное максимальная скорость китайского поезда 350 километров в час средняя скорость около 300 километров в час официально линия была открыта летом 2011 года думаю понятно что здесь используются самые передовые технологии в области железнодорожного транспорта при строительстве этой скоростной ветки также возвели мосты построили туннели различные станции главные станции откуда можно отправиться ну или куда можно приехать это пекин на южный вокзал beijing southway railway station и шанхайский вокзал хунцяо где поезд останавливается по пути в городе тяньцзинь население около 14 миллионов человек и нанкини население около восьми с половиной миллионов человек в поезде можно кушать конечно можно кушать все есть свой вагон ресторан но и специфика тоже соответствует китаю они отличаются от наших здесь китай продолжает активно развивать свою сеть высокоскоростных железных дорог создается линия пекин хунань около полутора тысяч километров пекин харбин 1300 километров пекин гонконг макао около двух тысяч километров всего планируется создать 8 вертикальных 8 горизонтальных скоростных железнодорожных коридоров новая секция пекин чем д уже начата на сократит время пути между пекином и харбином с 8 часов до 5 часов железные дороги включат подземные секции и высокоскоростные соединения особенно важно для пассажиров путешествующих из пекина в гонконг и макао которые находятся на островах еще одна ветка ханчжоу нанчан она будет проходить через популярные туристические районы хуаншань и нанчан протяженность 560 километров для чего она делается очевидно что хотят чтобы такую красоту как горы хуаншань посмотрите на эти горы пожалуйста чтобы эту красоту могло посетить большее количество не только китайцев но и международных туристов которые спокойно сядут в поезд и поедут любоваться этими красотами даешь скоростную железную дорогу говорит нам китайская национальная партия способствующая развитию туризма и экономическому росту в регионах еще в китае планируют реализовать целый ряд проектов который является частью всего этого амбициозного китайского плана по расширению сети высокоскоростных железных дорог китайцы хотят способствовать экономическому росту улучшению транспортной доступности и повышению уровня жизни во всех этих китайских регионах я когда прилетел шанхай в аэропорту на границе стоял два часа о чем это говорит на аэропорт и крупных городов идет большая нагрузка и и надо снизить это и есть в планах у китайцев по расширению сетки скоростных железных дорог на строительство высокоскоростной железной дороги между шанхаем и пекином было потрачено примерно 220 миллиардов юаней это около 32 миллиардов долларов проект был один из самых дорогих инфраструктурных проектов в истории китая кем он финансировался до за счет государственных средств включая инвестиции от министерства железных дорог китая и региональных правительств а также через банковские займы как это часто бывает строительство началось в апреле 2008 года и завершилась к июню 2011 на самом деле для такого масштабного проекта это очень короткий срок многие из нас уверен на ремонт в своем доме по три года делают а тут то 1300 километров железной дороги да еще и какой но есть нюанс и сложности линия подразумевает высокие эксплуатационные расходы на поддержание инфраструктуры подвижного состава это добавляет дополнительные финансовые обязательства после завершения строительства если ребята китайцы думали что построили железную дорогу ум или ручки и пошли гулять нет это так не делается здесь хочу привести пример арабских эмират уже много лет там обещают построить скоростную железную дорогу которая соединила бы арабские эмираты и саудовскую аравию при этом этого до сих пор не сделают а почему а посмотрите вот мой недавний ролик про наводнение в дубае да попросту железную дорогу засыпет песком или и того хуже смоет очередным ливнем что нужно делать ее нужно поднимать на виадуке при этом эксплуатационные расходы в этой ветке будут колоссальными из-за этого строительство постоянно откладывают но китайцы есть китайцы поэтому не удивлюсь что они порадуют нас в ближайшем будущем еще какими-то своими мега проектами все еще и 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 все еще так я здесь бежим со своей встречи мне нужно вот отсюда здесь поменять другую ветку и дальше короче добрался это бежина и что еще за бежим такой кто не знает английского пики вышел из метро район у меня шича чай станция тоже называется шича чай иду сейчас гостишку холодно здесь уже снега нет но минус это уже не баловство которое было шанхае тут похолоднее ну что я пока отключаюсь дальше будут уже выпуски про пики друзья но на этом у меня все не забудьте подписаться на мой канал о путешествиях если было интересно ставьте лайк посмотрите также мои выпуски о транспорте в шанхае и гонконге по ссылочкам в описании и заходите ко мне на второй канал смапс education про зарубежное образование там я рассказываю где можно учиться за границей от детских лагерей до лучших университетов мира также не забудьте посетить наш сайт это благо смапс точка ру и зарегистрироваться на программу в детский лагерь с нашими групп лидерами детские лагеря мы проводим в корее таиланде турции швейцарии англии не пропускайте все полезные линке мои контакты будут в описании ну он 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 Субтитры создавал DimaTorzok